Сургутяне не смогли помочь президенту Молдовы Игорю Дадону удержаться в кресле. Накануне в республике состоялся второй тур выборов. Право отдать свой голос получили и граждане, проживающие в других странах. Специально для этого открыли почти 150 участков, в том числе 17 в России. Один из них расположился в Сургуте. Здесь могли проголосовать граждане Молдовы, проживающие в Уральском федеральном округе. В числе потенциальных избирателей около 7 тысяч человек. Иногда смотрю телевизор, поэтому хочется, чтобы все-таки Молдова была на уровне, жила там достойно. Ну, люди достойные там, конечно, но чтобы они и достойно жили. В прошлый раз не были. Потом посмотрели статистику и сегодня вот решили приехать, оставить свое мнение. Нереально сейчас так. Кто разделили эту страну пополам, неизвестно. У меня дочка тоже в Приднестровье, сын в Молдове с этой стороны. Еду к детям, прохожу таможню, как будто я опасный преступник, еду к детям. Ну, нехорошо, надо, чтобы что-то было единое и целое. Пускай эта конституция Молдовы решит так, чтобы люди могли жить в Молдове. Мы принимаем до 5 тысяч человек. У нас 5 тысяч бюллетеней. И добро пожаловать. Всех примем. Примем других регионов. Человек подходит с паспортом к оператору. Мы его регистрируем. Дальше проходит и выдает бюллетень. Голосует, опускает в Урму. Вечером мы будем считать голоса. Две недели назад в крупнейшем муниципалитете Югры не наблюдали ажиотажа среди желающих проголосовать. За 14 часов в первом туре выборов президента Молдовы своим правом воспользовались тогда всего 85 человек. Во втором туре явка была намного выше. По предварительным результатам подсчетов участок в Сургуте посетили 253 человека. Помимо горожан гражданский долг исполнили соотечественники с других муниципалитетов округа Ямала и Тюменской области. Большинство 219 избирателей поддержали Игоря Дадона. 33 высказались за смену курса в стране, отдав голоса за Майю Санду. По последним данным именно представитель оппозиционной проевропейской партии и будет руководителем Молдавской республики. Для нашего города опыт проведения избирательных кампаний, где могут участвовать граждане других государств новый и уже стал успешным. Как вы видите, у нас полностью весь участок обеспечен СИЗами, у нас отдельный вход-выход. В общем-то, здесь полностью, насколько я посмотрел, все меры безопасности предприняты, в том числе охрана. Ну и могу сейчас только убедиться еще раз, что у нас стоят видеокамеры. Все происходит вместе с наблюдателями. Сделали все, что могли и постараемся также для наших дружественных народов, для наших диаспор максимальное содействие оказывать, для того, чтобы они могли свои воли изведения проявить.